На улице Московской в ДТП пострадал водитель Рено. 22-летний парень решил проскочить перекресток с улицы Романа Ердякова на красный сигнал. В этот момент нарушитель на Калини пытался заехать на парковку торгового центра. Как произошло ДТП в рубрике «Видеорегистратор» сегодня в ней заметное видео уходящей недели. На перекрестке улиц Московской Романа Ердякова водитель Калины пытался проскочить на парковку торгового центра, а гонщик на Рено поехал на красный сигнал. Итогом стал мощный удар и ДТП. Иномарку впоследствии отбросило еще и на металлическое ограждение. По данным полиции, в аварии пострадал водитель Рено. На улице Комсомольской нарушитель на Гранте решил развернуться через двойную сплошную линию разметки и врезался в попутный поло. От удара у иномарки помялась дверь, а водитель и пассажир тут же вышли из салона, чтобы узнать причину такого маневра. В микрорайоне Европейской улочки водитель белого «Шевроле» ехал в пробке, а потом резко, без сигнала поворота, повернул налево и не убедился в безопасности маневра. На встречной полосе его подбил водитель «Фольксвагена», который уже не смог уйти от столкновения. На улице Ленина столкнулись сразу три автомобиля. Виновником аварии стал водитель «Короллы». Он перестроился направо и не заметил машину с камерой. После удара «Королла» зацепила еще и попутную «Шкоду». Как выяснилось, после ДТП у шофера на «Тойоте» не было страховки, поэтому возмещать ущерб ему придется за свой счет. На улице Московской водитель «Вазовской классики» хотел показать, что такое быстрый старт с места и остался без переднего колеса. На повторе видно, что колесо отпало, едва не задело попутный «БМВ» и вылетело на встречную полосу. Так, скорее всего, произошло еще одно ДТП. В Зуевке мать с двумя детьми устроила велопрогулку, которая едва не закончилась трагедией. Старший сын не убедился в безопасности маневра, резко повернул налево и поехал по пешеходному переходу. На перекрестке улиц Ленина и Герцена молодой человек показал водителю машины с камерой неприличный жест. Пешеход был неправ, что переходил дорогу на красный сигнал, но своими действиями он показал, что ему безразлично, на какой сигнал идти. На улице Мельничной и Грузовика на повороте открылась задняя дверь. Судя по сигналам клаксонов, возможно, дверь зацепила одну из легковушек у перекрестка. Михаил Вагин. Место происшествия. Михаил Вагин. Место происшествия. Михаил Вагин. Место происшествия.